В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Уже более двух лет на территории Ленинского городского округа реализуется программа ранней профориентации. Ребятам помладше, им надо посмотреть, пощупать, вопросы задать, поэтому у них была минимизирована лекция. Писательница Теяра Велиметова представила свою новую книгу под названием «В унисон с тобою». В отличие от предыдущих книг, более легкая чтива – это то, что касается женщин. В историко-культурном центре прошло награждение призеров зимнего первенства. Мы хотим пожелать нашим юным спортсменам всегда двигаться вперед. Уже более двух лет на территории Ленинского городского округа реализуется программа ранней профориентации. В ходе нее школьники знакомятся с различными учебными заведениями, посещают предприятия и организации округа. И таким образом получают почву для размышлений о будущей профессии. На одной такой встрече побывала и наша съемочная группа. Академия – единственное уникальное такое учебное заведение не только в России, но и в мире, которое готовит как раз художников в области традиционных художественных промыслов. Директор Московского института традиционного прикладного искусства Ольга Федотова в Видновский художественно-технический лицей приехала не с пустыми руками, привезла дипломные работы выпускников. В этот раз выступать приходится не только перед старшими классами, а значит, к каждой аудитории свой подход. Ребятам помладше, им надо посмотреть, пощупать, вопросы задать. Поэтому у них была минимизирована лекция, больше практическая часть. А для более старших классов, с 5 по 8, к примеру, у них была 10-минутная лекция о ВУЗе, о направлениях, что необходимо, о вступительных экзаменах. И далее показали выпускные квалификационные работы, которые представлены у нас здесь, выпускников данного ВУЗа. Эта встреча проходит в рамках программы профессиональной ориентации и посетили ее ученики не только художественно-технического лицея, но и окрестных школ. Осмотр экспонатов – логичное и самое интересное продолжение небольшой лекции, где можно и вопросы задать. За рисунками рисовано то, что конец юбки более пышный. Тогда почему вот тут вот он прямой? Хороший вопрос. Прямо как на защите. Здесь он не прямой. Если вы посмотрите, когда платье уже одевают на себя и показывают, вот на дефиле, мы часто проводим дефиле, тоже на фестивале науки, на выставках каких-то у себя в институте, когда приезжает нам гостя, то платье будет парить. И тогда оно, видите, будет таким колоколом, да, как бы колокольчиком. Всего в этот день более 500 ребят из разных школ смогли познакомиться с творческими профессиями, которым обучают в Московском институте традиционного прикладного искусства, который в свою очередь является филиалом Санкт-Петербургской высшей школы народного искусства и имеет статус академии. У всех есть огромный интерес к тому, что мы представляем. Мы представляем традиционное прикладное искусство, представляем в данном случае здесь и 4 вида, которым обучает наша академия. Вообще академия обучает по 22 видам. Мы удивляются, что это ручной труд, что это создают сами, что это создают студенты и вызывает интерес. Сегодняшняя встреча положила начало сотрудничеству Винновского художественно-технического лицея и Московского института традиционного прикладного искусства. И уже сейчас есть планы по укреплению и расширению связей. Сегодня к нам приехали гости, и мы планируем также поехать в академию, в институт, посетить музей, посетить мастер-классы и готовы даже подставлять наших учеников данный вуз для дальнейшей профессиональной деятельности. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Писательница Тияра Велиметова представила свою новую книгу под названием «В унисон с тобою». Это произведение о любви, которое автор посвятила памяти своей матери. Подробнее о торжественной презентации в нашем следующем сюжете. В Центральной библиотеке состоялась презентация книги Тияра Велиметовой «В унисон с тобою». В зале собрались друзья и родственники писательницы, а также почетные гости. Новое произведение – это роман о любви, который герои пронесли сквозь годы. Когда я училась в институте в Баку, был такой случай, были влюблены, потом, значит, расстались мои герои, мои подруги, и они встретились через 38 лет. И опять разворачивается сюжет. Много лет будущая писательница работала в педагогической сфере, а свой талант проявила некоторое время назад, написав первую книгу, посвященную легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Тияра у нас все-таки и преподавала, и работала в школе, и в детском саду. То есть у нее есть определенный багаж. И вот здесь он сейчас стал раскрываться. После нескольких изданных книг Тияру Велиметову признало писательское сообщество. Она вступила в Союз писателей России, награждена Есенинской медалью и удостоена титула «Золотое перо Московии». В унисон с тобою четвертая книга автора. В отличие от предыдущих книг, более легкая чтива – это то, что касается женщин, ее положения в обществе, ее отношений, ее взаимоотношений. Читатели отмечают, что с каждым новым произведением у Тияры Велиметовой появляется свой стиль повествования. В книге она вкладывает не только продуманные художественные образы, но и размышления, основанные на собственном жизненном опыте. Тияра Велиметова относится к тому, можно сказать, редкому типу творческих людей, которые не могут не писать. Вот они все время должны быть в состоянии творческого какого-то горения. Не успев презентовать свою очередную книгу, Тияра Велиметова призналась, что уже работает над новым произведением. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Женская команда клуба «Богатырь» заняла второе место на чемпионате Московской области по тяжелой атлетике, который проходил в городе Люберце. Всего на соревнованиях приняли участие 20 видновских спортсменов. Подробнее в нашем сюжете. Чемпионат Московской области – это отборочный турнир для тяжелоатлетов на первенство России. Женскую команду клуба «Богатырь» на этом престижном соревновании представляли 10 спортсменок от 16 до 30 лет. К выступлению они подошли в хорошей физической форме и заняли второе место. До первого не хватило всего двух очков. Как отметили девушки, на результат повлияли небольшие травмы. «Готовились, но в самый последний момент у меня заболела спина и немножечко упал результат. Но что смогли, то показали». «Неприятная ситуация вышла перед самими соревнованиями. Меня побеспокоила старая травма. Мы недели за три начали ее лечить. Поэтому немножко снижали нагрузку, но продолжали готовиться, все время тренировались». Ксения Опекунова более 10 лет занимается тяжелой атлетикой. и считает, что на соревнованиях ее подвела техника. Но девушка будет работать над ошибками. «Я рассчитывала, что в толчке лучше выступлю. Рывок нормальный, 78 килограмм подняла. А толчок, что начала, на том и остановилась. 90». На церемонии открытия чемпионата были вручены награды Министерства физической культуры и спорта Московской области. Медали «Спортивная доблесть» получили сестры Ирина и Александра Фурдик. «Первый орден третьей степени я получила за спартакиаду молодежи России. Вторую степень я получила за чемпионат России прошлого года. И сейчас на чемпионате будем бороться за места и подавать на знак первой степени». Лучшие спортсмены получили путевки на чемпионат Центрального федерального округа и первенства России. «Сейчас вот готовится ЦФО России будет в стуле, а потом в Оренгое будет Россия. Поют ребята. Ребята, девчонки поют. Девчонки, все члены сборной, ребята тоже там многие попали. Так что у них все впереди. Будут защищать честь Московской области и города видны». Впереди у тяжелоатлетов ежедневные тренировки и, надеемся, новые победы. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В историко-культурном центре прошло награждение призеров зимнего первенства Ленинского городского округа среди детских и любительских футбольных команд. О том, кто же стал лучшим в сезоне, расскажет Юлия Антонова. «В здоровом теле – здоровый дух» – девиз, который вдохновляет людей любого возраста играть в футбол. В пятый раз в Ленинском городском округе прошло награждение победителей зимнего первенства по футболу. Первое место среди детских команд 2013-го и 2014-го годов рождения заняли воспитанники спортивной школы «Избронниц». Второе и третье место разделили «Олимп», «Володарка» и «СФА Домодедово». Сегодня мы наградили самых маленьких спортсменов, наградили самых, так скажем, асов нашего футбола. И мы хотим пожелать нашим юным спортсменам всегда двигаться вперед. Трудиться – это очень колоссальный труд. Получать вдохновение и всегда побеждать. Занимаюсь футболом с шести лет, играю в команде «СФА Домодедово». Футбол для меня – значит, это то, что этот спорт для меня навсегда. На пьедестале среди участников 2015 и 2016 годов рождения команды «Домодедово» заняли третье и второе место, а видное развитие – абсолютные победители. Среди взрослых любительских команд все призовые места заняли видновчане. Первое и второе место – «Суринам» и «Суринам-2». Бронзу получила команда «Винатра-мечта». «Суринам» – это команда друзей, это ребята, которым 30+, как правило. Но есть ребята, которые поигравшие уже в том числе. Ну, мы из дворовой секции решили выступать. И два раза в неделю мы тренируемся. Если есть возможность, то и где-то третий раз добавляем. А так на базе школы номер 2 города Видного на улице мы тренируемся благодаря Роганову Кириллу Петровичу. То есть этот человек нам дает базу и платформу для того, чтобы мы занимались. Конечно, это приятно – получать награду лучшего игрока. Футбол для меня – это, можно сказать, неотъемлемая часть моей жизни. Сам учусь в спортивном институте. И в детстве играл достаточно на серьезном уровне. Поэтому футбол для меня – все. Медалями, кубками и дипломами были награждены не только игроки, но и тренеры команд. Любовь к этому виду спота, к футболу спасает. Поэтому я не скажу, что трудно, я больше скажу, что интересно. Потому что я занимаюсь своим любимым делом. Поэтому и с детьми, да, может быть трудно иногда, но больше всего интересно. Для дальнейших побед спортсменам и их наставникам предстоит немало работы. Впереди лето – время усиленных тренировок и новых соревнований. Юлия Антонова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.